В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Екатерина Борисова. Здравствуйте! И в начале выпуска коротко об основных событиях. В сельском поселении Развилковская глава Ленинского городского округа Алексей Спаский провел выездной прием жителей. Вопросы такие хозяйственные, практические, и я не сомневаюсь, что большинство из них вполне себе решаемы. Всероссийский научно-исследовательский институт технологии консервирования присоединился к проекту «Стихи живут». Не затвердела год от года, Не запеклась еще она, Да кровь подвижника народа Свежа, красна и солона. Центры социального обслуживания «Вера» справили масленичную среду-лакомку. Блины делали сами наши девушки-хозяюшки. Глава Ленинского городского округа Алексей Спаский провел выездной прием жителей сельского поселения Развилковская. Такой формат позволяет глубже окунуться в местную проблематику и способствует скорейшему решению насущных задач. Подробнее о том, с какими вопросами люди посетили прием, расскажет Юлия Пагасиан. Глава Ленинского городского округа Алексей Спаский возрождает традицию проведения выездных приемов в поселениях муниципалитета. Ведь не у всех жителей округа есть возможность приезжать на прием главе в город Видное. У него есть возможность именно на месте увидеть все объекты, о которых идет речь. И здесь, как говорится, почувствовать атмосферу, чем болеют жители, что их волнует. Я считаю, что такая практика вообще очень замечательная, что это приближает нашу власть к людям, к жителям. И это очень люди ценят. Выездные приемы традиционно проводятся в присутствии главы поселения. В этом случае на встрече с жителями была глава сельского поселения Развилковская Марина Комардина. Заранее на прием было записано 8 человек. Темы, с которыми люди приходят, в основном бытового характера. Жилищно-коммунальное хозяйство, вопросы водоснабжения, вывоз мусора, транспорт, благоустройство дороги. Справедливости ради не так я давно на территории, чтобы сказать, что все вопросы я знаю. И, конечно, многие вопросы для меня, ну, слышу, вплоть до того, что первый раз, несмотря на то, что и совершали объезд уже территории вместе с руководством, вместе с депутатом. Вот вопросы такие хозяйственные, практические, и я не сомневаюсь, что большинство из них вполне себе решаемые. Член общественного совета поселка Развилка Наталья Брылова на прием пришла с вопросом о местной амбулатории. По ее мнению, статус медицинского учреждения давно пора менять. Поселение развивается, население увеличивается. Пришло время преобразовать амбулаторию в поликлинику. Как амбулатория, она уже просто не может активизировать вот этих вот людей. Врачи есть, но нету мест. Людей много сидят в очередях. Первым этапом обращения главе округа Наталья довольна. 5 марта Алексей Спаски намерен посетить Развилковскую амбулаторию, чтобы лично разобраться в ситуации. Все остальные вопросы от жителей глава муниципалитета взял на контроль и обещал в скором будущем помочь их решить. Юлия Погасян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Совсем скоро будет введен единый документ по оплате за жилищные и коммунальные услуги. Что он будет из себя представлять? Как будет работать система? Нам расскажет наш сегодняшний гость. Заметитель главы администрации Ленинского района Александр Усков. Александр Евгеньевич, здравствуйте. Добрый день, Екатерина. Давайте для начала узнаем, что такое вообще единый платежный документ. Как будет выглядеть? Что из себя представлять? Суть этого документа в следующем, что в данном платежном документе отражаются счета за услуги разных организаций сферы ЖКХ. Таким образом, житель получит уже сегодня не несколько квитанций, а одну, как я и сказал уже, это единый платежный документ, в котором будут отражены привычные нам услуги за воду, тепло, соответственно. И добавится туда еще, соответственно, коммунальная услуга вывоз ТКО, твердые коммунальные отходы. В этом же документе появится у нас строка взносы на капитальный ремонт. И в последующем мы планируем также за энергоснабжение добавить определенную строку. Какова цель этого документа? Первое, это, безусловно, удобство для жителей, чтобы сегодня получать не несколько квитанций, путаться в них и так далее. А именно один документ. Второе, это непосредственно работа с Московским областным единым информационно-расчетным центром, который начинает обслуживать первых абонентов в Ленинском городском округе. И он будет иметь единый информационный центр, куда житель может обратиться за разъяснением. Поэтому практика показала, в ряде муниципальных образований, где введен уже такой документ, это очень удобно, прежде всего, для жителей. Ну и, соответственно, так как все расчеты будут вестись через МОСОБЛ ЕЛЦ, соответственно, гарантированно поставщики этих коммунальных услуг будут получать свои средства за предоставленные услуги. Многих жителей интересует вопрос, все ли будут получать такой платежный документ единый? Вопрос хороший. Вот сегодня у нас в Ленинском городском округе более 120 тысяч лицевых счетов, жителей, проживающих в многоквартирных жилых домах. Значит, мы сейчас говорим о первом опыте, который мы планируем выполнить только для абонентов, обслуживаемых нашей муниципальной управляющей компанией ЖКХ. Мы сегодня согласовали с правительством Московской области, с министерством ЖКХ, с МОСОБЛ ЕРЦ и с нашим МУПом, что 28 числа мы получим единый платежный документ уже в распечатанном виде. И в течение мы планируем двух дней, 29 и 1 числа, сделать так, чтобы непосредственно этот единый платежный документ попал уже в почтовые ящики наших жителей. До первого числа в каждый почтовый ящик, а это более 35 тысяч почтовых ящиков, вот мы планируем так проанализировали с учетом, как говорится, дополнительных даже информационных досок и так далее, мы разместим непосредственно разъяснение, как выглядит сам документ, я вот вам показал. Мы разместим, соответственно, информацию от МОСОБЛ ЕРЦ, что это за документ, почему он вводится, на каких условиях, в какие числа людям давать показания, как открыть личный кабинет, где найти информацию, в каких офисах, какие банки могут быть задействованы. Жители помнят, что раньше в наших платежках всегда было число до 10 числа следующего месяца. Мы договорились с Министерством ЖКХ и с МОСОБЛ ЕРЦ разово за февраль, оплата будет продлена до 15 марта, с тем, чтобы жители успели добежать с учетом праздников, ну и так далее, пока разберутся и оплатить причитающиеся средства. Спасибо вам большое, Александр Игоревич, за полезную информацию. А я напоминаю, что у нас в студии был заместитель главы администрации Ленинского района Александр Усков. 26 февраля во Всероссийском научно-исследовательском институте технологии консервирования в рамках проекта «Стихи живут» состоялось мероприятие, посвященное 75-летию Великой Победы. Сотрудники института читали стихотворение Александра Твардовского. Тему продолжит Наталья Буслаева. Та кровь, что пролита недаром, в преодоленный болью срок, Нет, не иссякла вешним паром, и не ушла она в песок. Не затвердела год от года, не запеклась еще она, Та кровь подвижника народа, свежа, красна и солона. Ей недовольно стать зеленой. В лугах травой, в садах листвой, Она живой, нерастворенной, горит, как пламень заревой. Стихи о войне – это не только поэтическое, но и историческое наследие. Именно благодаря литературным произведениям мы можем узнать о том, что испытали наши предки в суровые военные годы. Как рассказал автор проекта «Стихи живут» методист районного историко-культурного центра Наталья Замарина, сотрудники в НИИКОПа с большим воодушевлением поддержали идею принять участие в акции. В июне 2019 года мы впервые перевернули страницу «Стихи живут повсюду». И историко-культурный центр начал стучаться в двери организаций района. И трудовые коллективы распахивают нам навстречу и двери, и сердца. И мы живем в ритме поэзии, что очень приятно. Старший научный сотрудник Ольга Бессараб работает в институте почти 10 лет. Помимо своей основной деятельности, она проводит образовательные семинары, выступает на конференциях и как эксперт во многих телевизионных передачах. Но в таком поэтическом мероприятии принимает участие впервые. Вспомнила свое школьное детство, когда я стих учила буквально. Завтра надо читать, а я вечером его учу. Ну, шутка, конечно, естественно, готовились. Но, тем не менее, такой вот, сказать, что прям вот сложности это не составило. Поэтический марафон продлится до 9 мая. Трудовые коллективы будут читать стихи поэтов, фронтовиков и другие произведения на военную тему. В каждом народе есть люди, которые готовы твердить стихи наизусть про себя. Есть люди, которые готовы читать их вслух, публично. А это значит, вечным будет жить язык народа, который сумел создать государство и защитить его ценой своей жизни. Слово «вечно» – стихи живут. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Во дворе нового жилого комплекса «Первый квартал» прошла детская игровая программа, приуроченная к празднованию Дня Защитника Отечества. Гости попробовали блюда полевой кухни, а дети от души повеселились. Подробнее в нашем следующем сюжете. На игровую программу от ибатым и солдаты, проведенную затейливым клоуном, Дим Димычем собралось порядка 30 детей. Во дворе жилого комплекса «Первый квартал» было шумно. Ребята перетягивали канат, танцевали и проверяли свою меткость вместе с новым другом. Поплыли, поплыли, хорошая погода. Шторм! Это не первая игровая программа, которая здесь проводится. Праздники полюбили и родители. Ведь ничто не может сделать счастливым больше, чем радость своих детей. На Новый год было тоже интересно. Ну, каждая по-своему интересная программа. Ребенку нравится. Какое-то развлечение. На праздники в первый квартал из Москвы приезжает и семья Виноградовых. Здесь живут их родственники. На подобные мероприятия они попадали не раз и с радостью участвуют снова. В праздники принимаем участие всегда. Нам очень нравятся представления, которые у нас в дворе проходят. Всегда весело, с музыкой. Мы всегда выходим и специально приезжаем из Москвы посетить мероприятие в нашем дворе. Небольшое количество детей на праздники связано с тем, что микрорайон был заселен недавно. Организаторы уверены, когда во все дома заедут новые жильцы, двор будет полон детским смехом. Буль-буль-буль, буль-буль, 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 буль-буль. Чтобы гости лучше прочувствовали дух праздника, 5-я дивизия противовоздушной обороны организовала полевую кухню для всех желающих. А в подготовке досуговому центру «Юность» помогал соседский центр – площадка для совместного отдыха, праздников, работы и встреч жителей квартала. Мы сейчас стараемся, чтобы каждый месяц или, допустим, календарный праздник всегда организовывать что-то для жителей. А так в соседском центре мы проводим мероприятия ежедневно. Масленичная неделя шагает по России, а на ней, как известно, каждый день праздник. Среду лакомку решили справить в Центре социального обслуживания «Вера». Торжество готовили всем миром. Что из этого получилось, увидел и попробовал Максим Козлов. Рецепт праздника на масленичной неделе прост – молоко, мука, яйца, соль и сахар. Но чтобы веселье было настоящим, стоит добавить музыки, танцев и хорошего настроения. Именно так и поступили в Центре социального обслуживания «Вера». Каждый день на масленичной неделе носит свое название и имеет предназначение. Понедельник – встреча, вторник – заигрыш, среда – лакомка. Теща в этот день должна зятя до отвала накормить, напоить и порадовать. Всем остальным предписывается есть блины, кататься на санях, петь и веселиться. Из-за погоды с катанием на санях – напряженка. А вот с остальным нет проблем. Хоть и организован праздник был на базе Центра «Вера», и ведут его специалисты организации, готовили его всем миром. Особенно слаженно поработали над главным ингредиентом. Блины делали сами наши девушки, хозяюшки. Каждая напекла и каждая хвалится. Кто-то, говорит, на дрожжах, кто-то без дрожжей, кто-то на кефирчике, кто на чем. И все вкусные. Горячий чай не столько для того, чтобы согреться, сколько дань традиции. На таком празднике с танцами и играми сложно замерзнуть. А сердца согревают стихи, в том числе и собственного сочинения. Разгорайся ярче пламя, праздничный костер гори. Сыром, маслом и блинами масленицу благослови. Как и положено на представлении, многие играют свою, пусть маленькую, но очень важную роль. Тем более, что с костюмами и атрибутами мороки немного. Главное, что все с душой. Весна я, весна, с праздником, вот с весны, цветочки. Я сама надела вот блины, как раз мои блины, вот взяла цветочки, шаль покрыла, все. Праздники и сотрудники, и посетители Центра социального обслуживания «Вера» любят. Уже построены ближайшие планы. Следующий праздник у нас будет, конечно, женский день 8 марта. Мы готовим поздравлять наших милых женщин. Самых прекрасных, счастливых, красивых, хороших, но и, конечно, активных. Стоит думать, что и это торжество станет таким же теплым и веселым. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!